Не проходит и недели, чтобы на учет не вставали вновь выявленные поливчане с вирусом иммунодефицита человека, рассказывает Ксения Маслакова, главный инфекционист города Поливского. И хотя вот уже два года есть тенденция к уменьшению числа вновь выявленных больных при этом. По-прежнему Поливской относится к территории с высоким риском заражения ВИЧ-инфекцией. Ну, примерно 2% населения поражено. В течение последних двух лет в Поливском не выявлено ни одного подростка или ребенка школьного возраста. С ВИЧ-положительным статусом. Это в первую очередь заслуга межведомственной комиссии и ее вниманию к первичной профилактике. Хорошие результаты по предупреждению распространения болезни дает работа с ВИЧ-положительными мамами. Задача медиков – убедить беременную женщину с вирусом иммунодефицита пройти лечение во время вынашивания малыша и продолжить его в послеродовый период. В других городах России передача ВИЧ-инфекции от матери к ребенку возникает только в 2% случаев. В Поливском пока более 7%. 27 на 9 месяцев было подлежащих, то есть 27 родов. Из них всего 23 во время беременности пришли и пролечились. Кого заставили, кто потом в конце концов понял, а кто сам. И из 27 4 не получили, 3 вообще не наблюдались нигде, просто они родили от детей, отказались. Все эти трое дети отказаны, то есть они пришли, родили и ушли. Это вот такой контингент. Одна женщина добровольно отказалась от лечения со всей подпиской, что она несет ответственность за этот отказ. На данный момент принято решение проверять роженец во время беременности не только в первые недели беременности, но и на протяжении всего вынашивания ребенка и непосредственно перед самими родами экспресс-тестом. Если говорить о том, как поливчане заражаются ВИЧ-инфекцией, то у мужчин и женщин разные пути заражения. Женщины в основном заражаются половым путем, 79% половым путем женщины заражаются, наркотически тоже присутствуют. У мужчин половой путь 30%, наркотически побольше, тут наоборот. Сейчас специалисты ставят задачу информирования о проблеме ВИЧ у рабочей молодежи, людей в возрасте от 30 до 39 лет, так как именно в этой возрастной группе в последние годы наблюдается всплеск выявленных больных. На втором месте поливчане от 20 до 29 лет. Для того, чтобы предупредить распространение этого заболевания, необходимо прежде всего обществу изменить отношение к ВИЧ-положительным. Многие не проходят обследование на ВИЧ-статус, так как боятся результата, боятся стать изгоями. Но инфекционисты в очередной раз призывают поливчане на обследование, которое проводится бесплатно, а о результатах будут знать только медики и пациент. Ксения Бладенкова, Алексей Ионов, новости нашего города.